Этот цементный завод построили неподалеку от поселка Новогуровский в 2011 году. С тех пор его жители постоянно жалуются. Предприятие отравляет окружающую среду. Выбрасывает цементную пыль. Чтобы сэкономить на заводе вместе с газом и углем, в качестве добавки стали использовать так называемую щепу, древесный мусор, что будет попадать в атмосферу после сжигания нового топлива. Губернатор собирают на территории предприятия, жителей, директора завода, руководителей, ответственных за охрану окружающей среды министерств и ведомств, чтобы поставить точку в экологическом опросе. В течение года мы добиваемся ответа от этого предприятия по выбросам особо опасного, высокотоксичного канцерогена, который называется диоксин и фуран. Все необходимые проверки проведены. Нарушение экологического законодательства не зафиксировано, докладывает губернатору прокурор Тульской природоохранной прокуратуры, руководитель областного управления Росприроднадзора. Ни один показатель выброса вредных веществ не превышает допустимую норму, а в ряде случаев ниже в разы. Мы установили нарушения, которые не являются критичными для состояния окружающей среды. Все вопросы в основном были связаны не очень правильным оформлением разрешительной документации. Все предписания выполняются. На сегодня учтены все наши замечания. Вся проектная документация находится на согласовании. Ни одному предприятию региона, даже если оно градообразующее, не позволит нарушать законы, загрязнять окружающую среду, уверяет житель Алексей Дюмин. Тем более, что в Тульской области экологический вопрос по-прежнему актуален. Регион насыщен крупными металлургическими, химическими заводами. Но здоровье людей важнее всего. Жителям готовы предоставить все данные по результатам проверок контролирующих органов в семидневный срок. Нарушения по выбросам здесь, на сегодняшний момент, нет. Значит, если это, значит, мы почувствуем и этот процесс будет происходить, то со своей стороны мы примем все меры, которые в законодательстве прописаны для воздействия на данное предприятие. Вплоть до его остановки. При нарушении экологической составляющей диалога не будет. Ни с одним предприятием. Пусть это будет любой образующий, законопослушный налогоплательщик. Но если будут нарушения, за это будем карать. Но если все по закону, предприятие будет работать, добавляет Дюмин. Тем более, что трудится на заводе более 300 человек. В основном местные жители. Да и социальные обязательства выполняются. Руководство предприятия обещает губернатору ежегодно не менее 20 миллионов рублей выделять на нужды поселка, образование, спорт. А еще на повестке дня реконструкция очистных сооружений рабочего поселка. Предварительная стоимость работ 85 миллионов рублей. Без спонсорской помощи реализовать быстро такой дорогостоящий проект будет сложно. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Алексей Чичевадзе, Первый Тульский.